Кто же он, этот русский гений, этот загадочный ярмарочный мальчик? Нравится ли современным школьникам русская классика? И как сделать так, чтобы русскую литературу в школе не проходили, а читали? Наверное, нужно выпускать больше книг, в которых и мастерах литературы рассказывают живым языком. Это та книга, мимо которой сейчас, после ее появления, в вашем возрасте, конечно, нельзя пройти, поэтому дай бог, чтобы эта новая книга о Гоголе открыла вам целый мир его произведений. «Ярмарочный мальчик» – так называется книга известного детского писателя Юрия Нечапаренко, посвященную творчеству Николая Васильевича Гоголя. Ее презентация прошла в областной детской библиотеке. Встречу организовал региональный общественный фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая при поддержке Департамента культуры. «Вы можете полистать, посмотреть, здесь такой Гоголев, которого никто еще не видел, это новое прочтение». «Я постарался выбрать из всех воспоминаний какие-то истории, которые близки каждому современному школьнику. Понимаете, вот растрепанность прически, ну не знаю, мне, так сказать, в школе всегда ставилось вино растрепанность прически. И вот, значит, и вот у Гоголя тоже, знаете, была такая, оказывается, история. И многие дети, они видят, так сказать, на этих простых примерах, как он выворачивался из всех, там, наказание, да, ну то есть они находят себя, понимаете, в этой книге. Для нижегородских школьников Юрий Мишапаренко, кстати, известный ученый, доктор физико-математических наук, приготовил увлекательный рассказ о жизни и творчестве Гоголя. Книга, изданная до сотлетию писателя и сегодня, несомненно, вызовет интерес у школьников. Сейчас не так много выходит книг детских, которые могли бы заинтересовать подростков, которые бы были интересны для них, для их возраста. И эта книга о классике Николая Васильевича Гоголя, она описана, она очень доступным, интересным языком, очень увлекательно. И, наверное, ребята могут найти в ней созвучие тем чувствам, которые они испытывают, будучи подростками, и могут узнать о судьбе человека, который был таким же маленьким, как они, испытывал и горе, и радости, и затем стал знаменитым писателем. Как признались ребята, с творчеством Гоголя знакомы пока не все. Вы Гоголь читали? Нет, не писали, не смотрели. Гоголь нужно в школе читать? Да, он очень талантливый писатель, он должен запомниться на многие годы вперед. А поможет им книга Юрия Нечапаренко «Ярмарочный мальчик».